Каждый год 9 мая служба милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии поздравляет с праздником Победы всех ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году в честь 75-летия Победы добровольцы службы провели поздравительный марафон. Подробности в сюжете Ольги Аверкивой. День Победы – это великий день для нашего народа. Несмотря на то, что прошло уже 75 лет, он по-прежнему дорог для всех, кто любит свою Родину и дорожит ею. И чем дальше он уходит вглубь веков, тем меньше остается людей, которым мы можем сказать спасибо за их подвиг. Как поется в песне «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Война коснулась каждой семьи. Одни воевали, другие своим трудом в тылу приближали победу, а иные в послевоенное время поднимали страну из руин. Многие из них уже отошли в мир иной, а ныне здравствующие в преклонных годах и нуждаются в нашей поддержке. Свою помощь им оказывает патронажная служба милосердия, которая ко дню Победы подготовила ветеранам подарки. У нас есть подопечные как ветераны, то есть те, кто прям воевали. Есть труженики тыла и есть просто дети войны, которые в период войны были уже в таком осознанном возрасте и запомнили это. Для них это тоже было непросто пережить. И вот всех этих людей мы сегодня хотим уделить им внимание, поздравить, поделиться нашей благодарностью, частичкой тепла и как-то их порадовать. На юбилейный день Победы патронажная служба милосердия подготовила ветеранам особенные подарки. Это и традиционный букет-гвоздик, и красивая открытка, сделанная детьми. Оригинальные настенные часы, изготовленные мастерицами проекта «От сердца к сердцу», коробка конфет и вкусный пирог. Все это, пройдя небольшой инструктаж, добровольцы службы поручили своим подопечным. Альбина Владимировна, это доброволец православной службы милосердия. Несмотря на то, что в этом году праздник проходит в условиях карантина, и ветеранов поздравляют бесконтактным способом на расстоянии, это не мешает радости, которую испытывают дедушки и бабушки, ветераны-фронтовики, труженики тыла и дети войны. Они, как и прежде, рассказывают о себе, истории о военной жизни. Радуются и сами добровольцы, глядя на них и слушая их рассказы. День Победы – очень радостный праздник. И, конечно, хочется уделить внимание нашим дорогим ветеранам. Их осталось совсем немного. И для меня важно подарить частичку тепла, заботы, любви этим людям, которые в своей молодости защищали нашу страну. И хочется своим вниманием позаботиться о них. В этот же день стартовал проект «Связь поколений». Его цель – с помощью телефонной связи не только оказать поддержку тем, кто находится в социальной изоляции и нуждается в общении, но и соединить старшее и молодое поколение. В этот День Победы юные волонтеры поздравили ветеранов и прочитали им стихи. И, как оказалось, задание это было не из простых. Сначала очень страшно, волнительно, но потом, когда они начинают рассказывать какие-нибудь свои истории, то есть это как бы смягчается, и тебе становится радостно. Здравствуйте! Я хочу вас поздравить с 9 мая и прочитать небольшое стихотворение. Пропавшие порохом тучи неслись, пролившись свинцом с небосвода. Ни шагу назад, ни пяди земли касаются каждого взвода. Но Киев захвачен. В кольце Ленинград. Бои на пороге столицы. Бессонные ночи, кровавый закат, суровые скорбные лица. Часы отступлений, как вы нелегки, ведь каждый считал он виновен. Только на Волге, у кромки реки, был враг, наконец, остановлен. Прошли годы, и осталась в прошлом та страшная война. Но все так же День Победы объединяет нашу страну. Мы не вправе забыть тех, кто жизнь свою отдал за спасение Родины. Кто доблестно трудился в тылу, кто наравне со взрослыми нес бремя войны на детских плечах. Ветеранов войны все меньше с каждым годом. Но они еще есть среди нас и ждут нашей помощи.